Пока мы ждем, и у нас появится экран, я рад всех видеть здесь сегодня. Мы следующие 50 минут проведем супер продуктивно. Будем говорить о веб-апе, будем говорить о том, как строить правильный веб-апе. Начнем с самого простого юз-кейса, сделаем его немножко сложнее, а потом построим нормальный, качественный апе. Что нам в этом случае поможет? Нам поможет фреймворк Spring. Вы, наверное, сегодня уже немножечко устали от Spring. Сегодня у нас Spring, Spring, первый, второй, третий доклад. Все будет вокруг Spring крутиться. Но на самом деле у меня сегодня будет к вам два сообщения. Первое сообщение будет, конечно же, касаться инструмента, который позволяет нам все очень круто и быстро, и продуктивно сделать. Но это будет не основной месседж. Основной месседж будет о том, как правильно, как качественно строить апе. Итак, пока у нас, вот уже у нас появился экран, отлично. Вот как называется наш доклад, как мы идем от самого обычного крат примитивного апе в сторону гипермедия с помощью Spring. Буквально пару слов о себе расскажу. Меня зовут Владимир Цукур. Я к вам приехал с Киева, прям вот с хакатона. У нас два дня был замечательный хакатон. Если вы у себя в компании не делаете хакатон, обязательно введите этот пректис, потому что это способ узнать много чего-то нового. Но в этом случае мы будем говорить не про хакатон. Немножко, значит, про меня. Я работаю в компании Globe Project. На данный момент выполняю некоторые архитектурные задачи. Так получилось, что в последнее время в основном работаю с HTTP API. В этом у меня есть experience. Я считаю, что я в этом эксперт и готов с вами в этом поделиться. Итак, во-первых, почему мы вообще сегодня говорим с вами о web API? Web API мы говорим, потому что у нас все больше и больше возникает устройств. Мы знаем этот хайп вокруг Internet of Things. Нам нужен клиент, нам нужен сервер, нам нужно как-то этим инструментом общаться между собой. И для этого нам нужно строить API. Как вы видите, этот тренд нам показывает, что, наверное, эти вещи не сильно поменяются в обратную сторону в ближайшее время. Правильно? Поэтому, как это делать качественно, мы должны знать хорошо. Но для того, чтобы сегодняшний рассказ не был сухим и неприятным, вот этот человек мне подсказал замечательную идею, что мы будем строить. Какую систему будем строить? Видите, она делает… Вы знаете… Все знают этого человека, да? Вот, конечно, все знают. Вот. Мы с вами сегодня будем строить такой себе черный рынок валюты. Вот. Этот человек, как никто, в свое время, ну, скажем так, немножко поспекулировал, поспособствовал тому, чтобы это произошло. И мы сегодня с вами напишем небольшое серверное приложение, которое будет нам отдавать, принимать данные по черному рынку валюты. Вы, наверное, все заходили сюда. Я не знаю, как вас… Кто покупает доллар и евро после получения зарплаты? Я тоже покупаю доллар и евро после получения зарплаты. Вот. Я не пользуюсь этим сайтом, я пользуюсь другим, но неважно. Есть Минфин, есть Финанса, IUA. Смысл один и тот же. Есть списочек, мы можем найти их, кто что продает, сколько какой валюты, по какому курсу, где его можно найти. И там есть иногда даже очень спешные сообщения в комментариях. А вот так как мы оставляем объявление, говорим, окей, я хочу купить столько-то баксов по такому-то курсу, ну и так далее. Это все приблизительно всем знакомо, я думаю. Хорошо. Challenge accepted. Давайте строить. На чем будем строить? Будем использовать, да, как вы уже догадались, и как я уже сказал, это будет инструмент из спринга. В Spring Boot скажите, кто использует Spring Boot? Сейчас очень много кто использует Spring Boot, и, ну, меньше половины зала здесь об этом знает, остальная половина быстренько поймет, для чего это нужно. Кто использует Spring Data? Spring Data тоже использует нас отлично. А кто использует Spring Data REST? Один, два, три, буквально три человека. Ну что же, я тогда уверен, что для большинства из вас будет сегодня много чего нового. Давайте будем создавать наше приложение. Создается приложение в Spring сейчас с помощью IntelliJ IDEA очень просто. Мы говорим, хотим создать новый проект. Ого, не уходи от нас, идея, ты нам еще понадобишься. Хотим создать новый проект с помощью Spring Gnisholizer. Кто-то использует Spring Gnisholizer? Те, кто использует Spring Boot, вот, обычно. Отлично, два человека знают о нем. Итак, Spring Gnisholizer нам позволяет выбрать, как будет выглядеть наше приложение. Давайте я назову наше приложение как-нибудь Arcov Demo. Я люблю Gradle, поэтому буду использовать здесь Gradle. И на этом, пожалуй, как бы основные настройки заканчиваются. Теперь, что я хочу добавить в наше приложение? Чем будем работать? Мы будем работать с REST-репозиториями. Вот. Это и есть этот Spring Data REST. Будем использовать самую обычную базу данных. Да. Меня хорошо слышно? А мне же нужно ходить, будешь сейчас. Молодой человек. Мне же без этого не поможет. Значит, смотрите, мы будем использовать REST-репозитории. Это Spring Data REST. У нас будет база данных. Самая простая – это JPA, поэтому я выбираю JPA. И в качестве провайдера – ваш SQL DB. Ничего в Fancy Pants. Наш фокус не на том, как мы работаем с данными внутри приложения, а то, какой мы API для этого предоставляем. Итак, идем дальше. Дальше называем проект, например, Харьков Demo. Погнали. Итак, сейчас происходит инициализация приложения. Во время инициализации приложения моя идея подгрузит все необходимые мне артефактики. Сейчас я заимпортирую Gradle проект. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, отлично. Погнали. Будем использовать презентер мод, чтобы всем было все отлично видно. Итак, Build Gradle. Я вам покажу, как он выглядит сейчас, но перед тем, как я это сделаю, еще будет маленький трик. Я здесь скажу, что я хочу немножко магии. Пум. Парочку новых зависимостей, которые мне понадобятся в данном проекте. Итак, что мы здесь подключаем? Мы подключаем Spring Data, который позволит нам управлять данными. Сохранять их через JPA. Вот наша зависимость от JPA, самая последняя, релизнутая. И сохранять эти данные в вашей SKLDB. А Spring Data REST выставит нам эти данные наружу. Мы будем использовать последнюю версию Spring Data REST. По умолчанию Bootstarter не включает последнюю версию, поэтому я здесь прошу его сделать. Это для меня. Итак, вот буквально таких простых манипуляций уже достаточно для того, чтобы получить вполне себе такое работающее приложение. Я сейчас его запущу, и мы посмотрим, как оно будет выглядеть. Оно будет выглядеть достаточно примитивно, но у нас будет уже Web API, через который мы можем постучаться и посмотреть, что это приложение живое. Это небольшая, тут получается даже небольшая демонстрация Spring Boot для тех, кто не знаком со Spring Boot. Итак, грузится у нас Application. Я иду сюда, пробую перегрузить. Вот, смотрите, у меня на Localhost 8080 уже что-то работает. Ну хорошо, все, мы со стартом разобрались. Давайте будем делать само приложение. И начинаем мы с чего? С модели предметной области. Создаем пакет для нашей класса в модели предметной области и начнем с пользователя. Для пользователя у меня есть небольшая заготовочка. Эта заготовочка – это обычный класс, который содержит идентификатор, и держит идентификатор, держит номер телефона, и он показывает, что это GPI entity. GPI, я надеюсь, много кто использует, да? Все, отлично. Здесь в этом классе больше ничего нет. Getter и Setter изгенерированы, equals, кэш-код. Вот, ничего как бы сложного тут нет. Делаем теперь само объявление. Объявление Advertisement. Advertisement долго писать. Будем использовать просто Ad. Создаем объявление. Вот, объявление как выглядит? Тоже идентификатор, но еще тип, покупаю или продаю, сколько продаю, какой валюты, по какому курсу, кто именно выставил это объявление, где с ним связаться, с этим человеком. Вот, то есть самый простой класс. Здесь тоже Getter и Setter, ничего такого особо интересного. Теперь идем дальше. Ну что ж, нам необходимы репозитории, которые будут управлять этими данными. Я создаю репозиторий. Репозиторием у меня в данном случае будет интерфейс Repository. Это будет интерфейс, который будет расширять CRUD Repository. CRUD Repository, все знаем CRUD, да? Create, read, update, delete, операции. Он позволяет нам найти по идентификатору объект, найти список объектов, все базовые вещи. Будет работать с пользователем, у которого long используется в качестве идентификатора. Интерфейс CRUD Repository – это часть Spring Data. Spring Data, когда подключен в вашем проекте Spring Boot и видит репозиторий, который указывает на entity, он автоматически для него создает реализацию этого репозитория, позволяет вам заниматься управлением данными. Теперь объявление. Объявление тоже будет иметь свой репозиторий. И этот репозиторий, в отличие от предыдущего, будет немножечко круче. Он будет непростой, а золотой. Мы попросим, чтобы он делал по джинацию и сортировку поверх обычного CRUD. Будет работать с объявлениями, которые идентифицируются лонгом. Но для того, чтобы у нас были какие-то живые интересные данные, давайте создадим конфигурацию. Эта конфигурация будет поднимать у нас, генерировать 100 случайных объявлений. Вообще непонятно каких людей со случайными номерами, номерами наших операторов в городе Харьков. Потому что мы в городе Харьков сейчас находимся. Вот районы города Харьков. Так, 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 так. Сюда вставил. Вот так. Вот. Будет у нас 100 случайных объявлений, которые будут подниматься автоматически при открытии этого приложения. Ну что, делаем компиляцию, посмотрим, все ли у нас хорошо. У нас есть маленький тут затык, потому что Java 8 у нас не установлена как штучка, как таргет версия Java. Поэтому я еще раз это, еще раз компилирую. Сейчас все должно быть отлично. И запускаю наше приложение. Что сейчас… Стоп, секундочку. У нас оно уже запущено. Сейчас они будут конфликтовать. Подожди, дружочек. Я хочу тебя одного оставить. Вот. Хорошо. Что сейчас произошло? Да? Мы сейчас уже что-то много сделали такого. Но что сейчас произошло? Мы создали приложение по шаблону. Мы подключили Spring Data, Spring Data REST и какой-то минимальный драйвер для базы данных. И создали два класса, связали их обычной связью, написали на них репозиторий. Подняли весь application. И смотрите, у нас уже есть… Я сейчас иду на порт 8080 и вижу, что у меня тут есть уже что-то большее. У меня есть объявления и есть пользователи. Давайте посмотрим, какие у нас есть пользователи. Пользователи, как вы могли догадаться, конечно же, есть наш администратор и Product Owner. Я не знаю номер телефона, поэтому я написал, как ее зовут. Вот. Ну и куча других пользователей. Вот их там 100. 101 на самом деле, да? 101 пользователей. Вот. И у нас есть объявление. Давайте посмотрим объявление. Объявление более интересное. Вот, например, кто-то продает 500 евро по курсу 25.81 в Коминтерновском районе. Очень ему нужно. Так. Ну и другие объявления. Тут таких объявлений сколько. Мы попросили поджинацию, помните? Про REST мы вообще ничего не говорили. От этой папе не говорили нигде, кроме того, что подключили Spring Data REST. Но у нас автоматически уже поддерживается поджинация, да? То есть вот у меня первые 20 элементов в данном случае возвращаются. Я могу попросить, например, а сортируй-ка ты мне по сумме в обратном порядке. Здесь будет интересная ставочка. Не в городе Харьков, в городе Киев. На 10 миллионов долларов. Так, что за пользователь? Ну понятно, какой пользователь. Я думаю, что вы могли и сами догадаться. В общем, что это означает? Поджинация, сортировка автоматически у нас работает только за счет того, что мы включили Spring Data REST. Дополнение к Spring Data. Хочу сделать маленькое отступление. Я здесь не продаю Spring Data REST и не считаю, что он ко всем юзкейсам хорошо подходит. Мы дальше рассмотрим, когда он очень плохо подходит для определенных задач. Но смысл вы поняли, да? Мы уже можем браузить данные. Но мы можем не только браузить данные, мы можем их и создавать. Вот я пойду сейчас в Postman. Клиент, который позволяет мне в браузере работать с HTTP API. Послав запрос Post на объявление, я создаю объявление. Вот с идентификатором 102 появилось новое объявление. Могу его выбрать. Смотрите, беру 102, get, выборочка. Вот, все работает, все отлично. Могу запатчить его, например, поменять. Вот я передумал, что я, например, 2000, не долларов, а евро продаю. А все остальное оставлю как есть. Шлю запросик. Опа, смотрите, все отразилось. Идентификатор тот же, 102. Эти параметры поменялись, остальные остались такими, как и были до этого. Точно так же можем удалять, изменять, можем то же самое сделать с пользователями. Нам этот функционал доступен out of the box. Так, что мы сейчас с вами сделали? Остановимся и немножечко посмотрим глобально, что сейчас произошло. Spring Data REST нашел у нас две сущности. Add и User. И создал для них два ресурса коллекции. Adds и Users. Рассмотрим Adds. У Adds коллекции поддерживается два HTTP метода. Post для создания нового объявления. Get для выборки элементов этой коллекции. И каждое отдельное объявление получает свой отдельный ресурс, который доступен по Adds.id. Для этого мы не делали практически ничего. Как это называется? Это называется CrotStyle API. Это самый примитивный стиль, как некоторые говорят, REST. Но на самом деле это не настоящий REST. Это просто HTTP API, который используется многими. Почему? Вот смотрите. Приходит к нам Product Owner и говорит, слушай, ну хорошо, CrotStyle API это, конечно, круто, но я же хочу, чтобы у меня был какой-то бизнес-процесс. Я же все-таки серьезная женщина. Какой у нас будет бизнес-процесс? Бизнес-процесс будет достаточно реальный. Например, я пользователь, и я еще могу как бы за собой оставить последнее слово, когда же мое объявление все-таки попадет в публику, да, когда его можно будет видеть. Поэтому у нас будет такая стоит машина. Появляется объявление, оно в состоянии новое. После этого можно что с ним сделать? Можно его обновить, можно его удалить, можно вообще отказаться от этой затеи, потому что вдруг кто-то придет и скажет, ой-ой-ой, что ж ты так много-то долларов продаешь? Наверное, у тебя их можно забрать. После того, как он нажимает большую жирную красную кнопку паблиш, это объявление уходит в свет. Вот. И через какое-то время, допустим, потому что пользователь попросил, я хочу, чтобы мое объявление держалось до 23.00, или потому что он очень совестный и потом отметил, да, что все, это объявление более неактуально. Оно переходит в состояние expired. И после этого оно просто истории, оно не показывается в обычных списках. Теперь, где здесь проблема есть? Проблема есть в том, как мы будем реализовать паблиш. Мы можем сказать теперь клиенту, который знает про кратстайлапи, клиент, а ты теперь каждый раз, когда ты захочешь делать публикацию, ты вначале проверь, какое состояние у объявления сейчас. После того, как ты убедился, что это состояние new, ты обнови паблиштэт дату в текущую дату и еще переставь статус в актуальный. Что мы в этом случае получаем? Мы получаем то, что у нас клиент начинает отвечать за бизнес-логику. Вот что происходит с кратстайлапи. У нас бизнес-логика вытесняется из сервера. В общем случае вытесняется с той сущности, которая предоставляет нам вот этот вот примитивный дейта-эксесс. Поэтому крада нам недостаточно. Мы должны сделать что-то более интересное. Давайте попробуем замапить вот эти операции на бизнес-операции, на отдельные ресурсы. И мы теперь скажем, что у нашего объявления есть подресурс publishing, который делает все необходимые проверки и преобразует состояние объявления в published, если оно было до этого новым. Expiration работает точно так же, только переводит из состояния published в expired. Ну и для того, чтобы мы показывали теперь не просто все объявления, а только те, которые опубликованы, давайте предоставим ресурс, который вернет нам эти объявления. Ну что, поехали? Это на самом деле очень просто сделать. На чем мы продолжим? Продолжим мы с того, что создадим пакет для нашей интеграционной логики. У нас тут уже появляется самый настоящий integration layer. В нашем integration layer появится контроллер. Вот этот контроллер, который сейчас, что мы можем сделать с объявлением и с юзером, он нигде как класс не определен. Он не существует. Мы не можем к нему, вернее, мы не можем его переписать, мы не можем его заальтерить, но мы можем дописать свою логику поверх него. Смотрите, я объявлю новый контроллер и использую аннотацию Spring Data REST Repository REST Controller. Репозитory REST контроллер нам позволит сделать следующее. Так, давайте мы скажем, что у нас есть какая-то операция publish. И эта операция publish у нас будет маппиться на ads.id.publishing, как мы это просили. И метод в этом случае будет использоваться post. Есть у нас post метод. Теперь нам нужно будет сказать, что… Да, сейчас нам это не нужно, response body. Так, у нас есть pass variable. Pass variable у нас это аидентификатор, который мы попросим сразу нам переделать в long. И теперь начнем работать с репозиторием. Так, мы у нас не определен. Давайте его определим как поле. Вот наш репозиторий. Погнали, погнали. Вот репозиторий. Так, мы попросим Spring его нам сюда подключить. И сейчас выберем наше объявление по идентификатору. Теперь это объявление. Тут я немножечко схитрил. Я не хочу сейчас писать вот эти длинные if. Я уже создал метод publish в объявлении, который делает ровно то, что я вам показал на слайде. Вот смотрите, он проверяет. Если состояние новое, тогда обновляем дату публикации, обновляем статус. Иначе кидаем exception, что кто-то что-то делает не очень правильно. Пока что все понятно? Отлично. Если что-то непонятно, вы лучше меня остановите. И я это очень постараюсь быстро объяснить. Значит так. Вытянули объявление. Обновили. Сохранили. Но теперь мне бы хотелось, я как качественный разработчик API, я бы хотел своему клиенту показать, а что же сейчас будет за актуальное состояние моего объявления после того, как я над ним проделал манипуляции. К сожалению, я не могу сделать вот так. Вернее, я могу, но в этом случае объявление будет засерилизовано не так, как это делает Spring Data REST. Для того, чтобы оно засерилизовалось так, как это делает Spring Data REST, я должен использовать такой страшный класс, который называется Persistence Entity Resource Assembler. Любят жава-программисты длинное название. Вот. Мы просто включим себе такой ассемблер и попросим этот ассемблер переделать наше объявление в полноценный ресурс. Ну и, конечно же, поменяем возвращаемое значение. И скажем нашему контроллеру, что у нас есть возвращаемый body. Внимательные слушатели и знатели Spring Data могут сказать, тут не нужна аннотация response body, потому что вы используете REST контроллер. На самом деле для репозитория REST контроллер эта коннотация как раз обязательно. Ну что, вот у нас есть publishing. Давайте создадим expiration. Боженька меня, конечно, покарает, но я для того, чтобы сэкономить время, сейчас сделаю copy-paste. Паблишинг expiration. Па-бам. И publish за меню на expire. По идее все должно встать на свои места. Все. Все. Вот что я забыл, да? Сейчас вроде бы все отлично. Так, что мы сейчас сделали? Мы сейчас сделали правильное преобразование, выделили ресурсы на бизнес-задачи. Теперь давайте сделаем поиск этих ресурсов, поиск наших объявлений. Для этого я пойду в репозиторий и напишу метод, который вообще с REST не имеет ничего общего. Я просто скажу, я хочу постраничный просмотр объявлений. Скажу, найди мне, пожалуйста, все опубликованные. Название в данном случае не имеет принципиально никакого значения. И скажу, что вот да, у меня есть такой параметр pageable, который определяет, что у меня запрашивается сортировка, pagination и так далее. А теперь напишу query. И query у меня будет выглядеть следующим образом. Пожалуйста, выбери мне объявление из объявлений, где объявление статус будет published. По идее это все. Мы сейчас делаем recompilation, перезапускаем. И сейчас у нас должно быть… Сейчас у нас наш workflow должен заработать по-новому. Давайте начнем сначала. Начнем с чего? Создание объявления. Итак, создаем объявление. Так, эта закладочка нам не нужна, она намешает. Так, погнали. Оп. Создали объявление. 102 опять, потому что у нас application перезагрузился. Все пошло сначала. Видим, published, ad и status соответствуют новому объявлению. Теперь мы просим сделать publishing post-запросом без тела. Посылаем запрос. Обратите внимание, published, ad и status проставились в то, что нам необходимо. И теперь точно так же expiration. Вот наше объявление перешло в состояние expire. Мы проверили то, что у нас правильно работают операции с управлением объявления. Давайте теперь посмотрим, что же есть у самих… Как мы можем выбрать такие объявления. Вот у нас появляется новая ссылочка, search. Мы переходим на search и видим здесь, что у нас появился find published, который тоже поддерживает подженацию, сортировку и все-все-все, что мы просили. И обратите внимание, таких элементов сейчас 101. Ровно столько, сколько было при старте приложения. Я свое объявление сейчас уже заэкспарил. Если я просто создам новое объявление, да, вот смотрите, просто создание нового объявления, я могу 10 раз это делать. Оно не приведет к изменению этого количества. Оно так и останется 101. Но если я попрошу теперь одно из них, например, 108, да, у нас 108, 108. Паблишинг. Поехали. Оп. Оп. Опубликовалось. И перегружу его сейчас. Увидишь, что оно попадает в этот список косвенно. Но вы понимаете, что он там на самом деле есть. Таким образом, что мы сделали сейчас? Мы буквально, не переписывая всю логику, не переписывая все существующие контроллеры, просто добавив свой контроллер поверх того, что было Spring Data REST, сделали API, который уже более ориентирован на бизнес-процессы. В общем случае, такой API называется URI Style API. Почему называется URI Style API? Потому что он не завязан в общем-то случае на крут. Клиент все равно знает про URI шаблоны, знает немножечко там про бизнес-логику, но он уже не действует обязательно, не обязательно действует в терминах создать, удалить, обновить и так далее. Такой стиль используется в 43% всех API, которые сейчас существуют в нашем электронном мире. Это число не менялось буквально последние два года. В 2014 году, в 2015 году по разным исследованиям приблизительно 40-43% всех API таким образом построены. Поднимите руку, у кого URI Style API в приложении. У кого CRAT Style API? Меньше людей. То есть URI Style API более-менее отражает эту статистику, как мы можем сейчас видеть. Но у него есть одна проблема. И эта проблема большая. Я сейчас приближаюсь к тому, что я хотел вам к своему второму сообщению. Знание все равно никуда не ушло. Наш клиент знает на данном случае все равно достаточно много. Он бы мог отказаться от этих знаний. О каких знаниях я говорю? Я говорю о том, что наш клиент знает о том, куда ему нужно идти для того, чтобы сделать какое-то действие. То есть клиент действует так. Так, если я хочу, например, обновить advertisement, я должен сделать патч на URL, который начинается с slash ads, slash ID и так далее. Значит, клиент знает про URI. Где здесь есть проблема? Проблема в том, что клиент, сервер, не клиент, а сервер, может вообще в общем случае менять эти URI. Он может релацировать ресурсы. В моем опыте ресурсы меняются очень часто. URL меняются очень часто по разным причинам. Я иногда хочу вынести что-то на другой доме для того, чтобы улучшить кеширование. Я иногда хочу, чтобы этот ресурс сейчас принадлежал другому сервису, а не тому сервису, который я сейчас пишу. Есть куча причин. На эту тему даже есть написанный RFC, который черным по белому говорит. Ребята, если ваш клиент завязывается на URL, то значит вы что-то делаете неправильно в плане коммуникации HTTP и в плане веб-коммуникации. Есть еще одна причина. Есть еще один плохой момент, что клиент до сих пор должен думать в терминах того, а что же сейчас я могу сделать. Он уже не думает сильно как, но он все равно думает про эту стейт-машину. То есть он смотрит, ага, если состояние новое, тогда я буду пробовать отсылать публикацию. Тогда я дам эту возможность моему пользователю. Если у меня состояние паблиш, то я тогда дам возможность заэкспарить мое объявление. А тут к нам приходит продукт-онер и говорит, а знаешь что, я хочу, чтобы на моем iPhone 6s тоже, чтобы оно работало. И мы-то понимаем, что на iPhone 6s все не остановится, который является еще одним нашим клиентом. А это будет и Android, это будут и другие браузеры. А если наш проект успешный, то тогда мы наших клиентов вообще не будем контролировать. И когда вы будете задумываться о том, что вы хотите разбить сервис на подсервисы, что вы хотите вынести что-то, какие-то ресурсы для кеширования, сделать еще какие-то манипуляции с урлами, то вы поймете, вы не можете просто так это сделать, если все ваши клиенты работают через урлы. Поехали исправлять это. Исправлять это будем через гипермедия. Что такое гипермедия? Берем наши данные. Самое важное, что у нас есть, это наши данные. Наши 3000 долларов, которые мы хотим купить или же продать. И добавим к ним еще линочки. Эти линочки нам будут говорить, что сейчас я могу сделать на данный момент времени. Сервер мне как клиенту будет говорить, смотри, чувак, а вот сейчас, именно сейчас, ты можешь сделать публикацию, ты можешь вообще отказаться от этого объявления, можешь его обновить. Поэтому в итоге наш аппи будет выглядеть следующим образом. Клиент будет знать про типы ссылок и про то, что эти действия означают. Они ориентированы до сих пор на наши бизнес-процессы. Но клиент не будет знать про урлы, не будет думать о том, какое сейчас стоит объявление и могу или не могу я запускать то или иное действие. Давайте это делать. Это делать очень просто. С помощью фреймворка Spring HeytOS. Почему так называется, я даже снаряться сейчас не буду. Запомните, что HeytOS это гипермедия. Использование гипермедия для того, чтобы управлять состоянием нашего приложения. HeytOS автоматически включается вместе с Spring Data REST. Давайте кодить, давайте переделывать наше приложение. Вернее, доделывать его. Для того, чтобы доделать наше приложение, все, что нам необходимо сделать в данном случае, это добавить процессор. Сейчас я объясню, что такое процессор. Процессор это очень маленький класс, который реализует интерфейс. Ресурс процессор. Ресурс процессор это интерфейс со Spring H, конечно же. Работающий над ресурсами поверх объявлений. Реализуем метод процесс. И этот метод процесс у нас будет делать следующее. В ресурсе мы возьмем его контент, объявление. Сохраним его в переменную. Посмотрим, есть ли у объявления статус новый, то в этом случае я бы хотел в свой ресурс добавить ссылочку. Вот тут мне бы нужно отдать гиперссылку, которая будет именованной. Как мне это сделать? Я, конечно же, могу здесь сконфицировать ее руками, анализировать, на какой хост идет обращение, все это делать самому. Но это абсолютно не обязательно, потому что Spring позволяет сказать, я хочу создать линку на метод. Смотрите, я скажу линку на метод в addController классе. Я вызову этот метод явно. Я скажу публикация по идентификатору. Ассемблер нам тут не нужен. И назову эту ссылку паблишем. Давайте я это вот так вот перенесу, чтобы было видно в одну строку. То есть я говорю явно, вызывая этот метод на addController паблиш, я говорю, пожалуйста, создай вот такую вот ссылочку, подстав в нее идентификатор по тому значению, которое я тебе указал. И при этом, пожалуйста, посмотри на все входящие хеддеры и создай абсолютную ссылку. Теперь сделаем то же самое для состояния published. То есть когда у нас состояние published, мы можем сделать expiration. Так, вот у нас появляется expiration. И тут мы тогда должны вызвать метод expire. Все отлично. Мы уже две ссылки добавили. Давайте добавим еще две ссылки на update и на delete. Update и delete когда у нас работают? Когда у нас новое объявление? Для этого я тоже скажу resource add. Но вот тут вот как-то ссылка-то моя должна выглядеть. Что-то типа такого, да, adds ID. Но контроллера-то такого явно нет. Метода-то такого явно не существует. Поэтому я должен прибегнуть к другому винту. Я должен попросить Spring, пожалуйста, добавь мне сюда класс, который называется entity-links. Entity-links я могу попросить, пожалуйста, создай мне ссылку на единственный ресурс, объявление и назови эту ссылочку. Update. То же самое с deletion. Мы практически справились. Одно, что меня часто губит в таких случаях, я забываю сказать, что это компонент. Вот. Мы делаем из этого компонент. Делаю recompile, перезапущу приложение. И сейчас я не буду думать в рамках, не буду действовать в рамках того, что я знаю про какие-то URL. Я буду тупо копировать их из респонсов и постараюсь проделать тот же самый простой data management workflow. Итак, запускается наше приложение. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, будет у нас опять создание. Давайте берем пост, создаем новое объявление. Воп. Создалось объявление. Теперь смотрите. Вот наша ссылочка. Publishing, update и deletion. Они все уже мне, как клиенту, подсказывают. Смотри. Ты сейчас можешь сделать publishing, используя вот этот ресурс. Или update, используя само же объявление. Или же delete, используя само же объявление. Давайте сделаем publishing. Я иду на publishing, вызываю метод post и получаю запаблишенное объявление, которое сейчас мне говорит, что все, что я могу сделать с точки зрения бизнес-процесса, это expiration. Хорошо, я попробую заэкспарить. Тоже методом post. И получу заэкспаренное объявление. Вот можете видеть здесь, что статус действительно поменялся. И сейчас это уже finish state. Ничего я больше сделать с ним не могу. Внимательные слушатели, конечно же, заметят, но я же все равно должен знать, что если ссылка, например, publishing, или expiration, или update, то я должен вызывать методы post. Я должен знать, что если этот метод post должен предполагать какие-то данные, я должен знать формат этих данных. Совершенно верно. Вы полностью от всех знаний не можете уйти, если вы делаете приложение, которое достигает определенной бизнес-цели. Но в данном случае что вы делаете? Вы убираете контракт из сервера, не делаете клиент жестко завязанным на этот сервер, а просто говорите, что вот эти все правила, они не находятся где-то посередине. И эти правила посередине, и этот формат данных, он называется media type. В данном случае мы использовали media type, который называется hypertext application language. На данный момент это самый распространенный гипермедия формат данных, и именно его и поддерживает Spring. Он не единственный. Есть, например, такой, как siren, или json.api, и ряд других форматов, в которых вы можете сказать, каким методом вы хотите проделать эту операцию, какие параметры эта операция требует, и так далее. На данный момент только HAL поддерживается Spring. И что важно отметить, гипермедия – это суперклассная идея. В 2014 году 28% игроков индустрии планировали добавить гипермедия в свою инфраструктуру. Сейчас 40% таких заказчиков и таких проектов. Вот эти все клиенты, перечисленные на этом слайде, они все уже используют гипермедия. Можно практически, можно не читать все, а можно только обратить внимание на Amazon, на PayPal и на GitHub. Этого уже будет более-менее достаточно. Amazon вообще все свои последние API делает на основе Hypertext Application Language. Если вы посмотрите на недавно зарелиженный Amazon API Gateway, если вы посмотрите на AppStream, они уже нигде не говорят явно про то, какие урлы используются для каких операций. Да, они рассказывают о том, какие есть типы ресурсов, какие действия вы можете сделать, но весь URL Discovery делается через гипермедия. Хорошо, это все, конечно, замечательно, но у нас опять приходит Product Owner и говорит нам, ну, вы же понимаете, я хочу, чтобы у меня приложение-то жило долго, поэтому как у нас там с тестированием, как у нас с документацией. Вот, и слава богу, что Spring как инструмент позволяет нам ответить и на эти вопросы. Конкретно я вам не буду показывать, как делать тестирование. Я вам покажу, как совместить тестирование и документацию. Для этого есть замечательный проект, который вот-вот на днях выйдет в состояние General Availability, но уже сейчас его можно использовать как билл снэпшот. Он называется Spring ResDocs. В чем его суть? Кто-то использовал Spring Mock MVC? Поднимите, пожалуйста, руку. Использовали Spring Mock MVC. Spring Mock MVC позволяет тестить ваши контроллеры без того, чтобы поднимать веб-контейнер. Я вам сейчас покажу уже готовый проект, потому что набивать сейчас весь темплейт будет очень долго. Я вам покажу просто, как это здесь выглядит. Так, погнали, погнали, погнали. Вот у вас есть какой-то тестик, да? Тест из того же разряда. Создание, там, управление объявлениями. И вот здесь у нас есть Mock MVC. Это наш такой Mock, который позволяет нам вызвать HTTP запрос. На самом деле, типа вызвать HTTP запрос, потому что на самом деле ничего не будет, ничего на уровне HTTP стека проходить не будет. Вот. Но посмотрим тест. Тест по созданию объявления. Вот наше объявление. Мы преобразуем его в JSON строку. И потом говорим, пожалуйста, пост на ads. И прими вот этот request body. Я тебе его передаю как JSON. И верни мне халл.json. И все. И потом идет какая-то проверка того, что действительно это действие выполнилось так, как мы этого ожидали. Этот тест что делает? Он проверяет, что контроллер работает правильно. А теперь представьте себе, что где-то там вы пишете документацию. Все равно рано или поздно до этого дела дойдет. И вот вы в документации говорите, вот у меня тут есть такой API currency black market. Я тут такой крутой чувак. Такие методы поддерживаю. Такие респонс-коды возвращаю. Использую гипермедиа. Все супер круто. И вот тут у меня есть такие вот ресурсы. Я сейчас объясню, как они там. И я сейчас буду описывать, как они работают. И вот здесь вот я бы не хотел руками вбивать вот эти HTTP request, респонсы, показывать, какой ходит пейлот. Я бы хотел использовать результаты из тестов. Как по мне, это вообще замечательно. Вот всегда мы чисто автоматически генерируемая документация. Нам не хватает в ней рук, чтобы что-то добавить или дописать. Чисто ручная документация неудобная, потому что она забирает с нас, не дает нам возможность сделать автоматизацию некоторых задач. А в этом подходе мы можем сказать, что окей, вот руками моя написанная документация, и она primary, но поверх нее я вот тут тебя попрошу. Пожалуйста, заинключ generated curl request для метода create add. А еще, пожалуйста, покажи явно, как выглядит в этом случае HTTP request и как выглядит явно HTTP response. И это будет отличный пример для моего пользователя. Что я сейчас делаю? Я сейчас скажу, что давайте мне сгенерировать эту документацию, gradle web build. Давайте я сделаю clean, чтобы у нас все по-новому пошло. Так, и попрошу, да, давай мне документацию. Сейчас какое-то время пройдет. Что произойдет? Запустится тест. По мере того, как этот тест запустится, mock-mvc запишет curl request, запишет HTTP request и HTTP response для каждого HTTP-like вызова в моем mock-mvc. И сделает он это не потому, что он всегда так делает, а потому, что я в проект подключил Springer s-docs и у себя в конфигурации теста сказал, что я буду документировать всегда методы, при этом буду использовать метод convention, разделение слов не по camel case, а через минус. Да, видите, вот метод минус name, который вы могли видеть и здесь. Вот он используется. Create add. То есть create add преобразовывается в данном случае в create add. И я могу его здесь включить. Сейчас уже заканчивается этот execution. В данном случае используется формат ASCII-doc, не markdown. Наверное, многие привыкли к markdown. В данном случае этот инструмент поддерживает ASCII-doc, но это тоже достаточно распространенный и очень хорошо поддерживаемый формат. Вот, у нас сбилдился наш проект. Давайте посмотрим, как он выглядит. Я открываю build. Захожу в ASCII-doc, html5, api-guide. Вот мой api-guide. Вот мой крутой currency black market. Вот все мои методы, которые я поддерживаю. HTTP статус-коды. Вот гипермедия. Вот ресурсы. Теперь смотрите. Вот curl request, который был на самом деле результатом выполнения моего теста. А вот HTTP request. Непосредственно, как он выглядит в текстовом формате на уровне application-level протокола HTTP. А вот HTTP response. Чтобы вы увидели, что это действительно тот же самый тест. Посмотрите. Мы покупаем 9999 долларов. Харьков, московский. Need it now. Открываем наш интеллиджей идею. Так. Только нам нужно… Вот. Нам нужен вот этот метод. Вот наше объявление. Покупаю. 9999 баксов. По курсу 27.5. Харьков, московский проспект. Вот это именно и он. То есть таким образом вы имеете непосредственно возможность создавать документацию как руками, так и подмешивать в нее автоматические вещи. Сейчас, кстати, вот интересный есть тренд. Я немножко слежу за тем, что происходит на SpringRestDocs. Сейчас идет разговор о том, чтобы отделить SpringRestDocs от SpringRestDocs от SpringRestDocs в принципе и от MockMVC и дать возможность использовать это вместе с другими фреймворками. Вот. И это, скорее всего, станет реальностью в ближайшем будущем. Какие мы можем сделать выводы из этого всего? Что простые вещи сейчас делаются ну очень просто. Да. Мы сказали, что вот SpringDataRest, мы сказали и показали, что с помощью SpringDataRest мы очень просто создали крат-стайл API. Все, что может сделать SpringDataRest, это именно создать крат-стайл API. Но он старается чуть-чуть больше. Вы заметили, да? Когда мы захотели на entry point, у нас уже были ссылки на актуальные коллекции. Я сейчас это повторю. Очень быстренько. Покажу вам, как это выглядит. Так, у меня пропал курсор. Вот появился. Отлично. Так, 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 погнали. Значит, вот. SpringDataRest уже discover it и предлагает мне, что у меня есть. Объявления. Предлагает мне юзеров. Когда я захожу на объявление, он мне также подсказывает, когда видит, что есть такой функционал, что чувак, я могу тебе вообще-то вот, смотри, еще поиск предоставить. Ты можешь какие-то методы для поиска повязать. А еще я тебе дам ссылочки для поджинации, чтобы клиент не строил у себя, чтобы не обязательно клиент у себя строил вот эти ссылки next, previous, переход на первую страницу, предыдущую страницу. Я тебе уже ее сразу отдам. И замечательная вещь – это профайл. Профайл позволяет нам посмотреть более детально, что такое, например, объявление. Я могу зайти сюда и увидеть дескриптор, который мне говорит, что вот у меня есть представление объявления, которое содержит идентификатор, тип, который может быть buy или sell. Есть количество, currency, ну и так далее. И тут даже можно генерировать JSON-схему. То есть вы можете попросить Spring Data REST сгенерировать для вас схему, которую ваш клиент потом может загрузить для того, чтобы делать валидацию. И что здесь еще стоит сказать? Что да, но этого не хватит на все случаи жизни. То есть понятно, что когда у нас наши уникальные требования нашего приложения по бизнес-процессу, мы удовлетворим на уровне HTTP API только через дописывание нашей логи. В этом случае Spring MVC нам будет, конечно же, в помощь. Если мы хотим залинковать вещи между собой, то это Spring AT OS. Если мы хотим создать документацию, то используем Spring REST docs. Все, о чем я сейчас говорю, оно доступно на GitHub. Вы можете с этим поиграться. Там даже есть UI. Можно поиграться с этим UI. Прикручен также Spring Security. Можно посмотреть, как засекьюрить какие-то действия, как какие-то endpoints вообще не выставлять. То есть вы можете это доконфигурировать и сказать, вот, например, редактирование пользователей, оно не доступно анонимам, а доступно только администраторам. Это все прекрасно в Spring Air между собой интегрируется. Ну и напоследок, наш Product Owner доволен. И спасибо вам, что были со мной сегодня. Буду рад ответить на вопросы, конечно же. Есть вопросы? Есть, да, давайте бегу. Кто-то… Сейчас вот сзади вас были первые, либо потом так вам. Можете, пожалуйста, буквально показать апконфиг ваш? Да, конечно. Значит, как выглядит апконфиг? Давайте я сделаю побольше, чтобы было видно. Значит, апконфиг говорит, что это просто константы. Этот метод делает загрузку данных во время старта. Этот просто устанавливает в мега наш демонстративный стейк. В конце мы просим использовать JSR 310 для того, чтобы дату правильно сериализовать и просим во время загрузки приложения, собственно, загрузить данные и просим заэкспозить идентификаторы для наших сущностей, что по умолчанию не делается. Вот как выглядит апконфиг. Ответили, да? Все хорошо. Вот там вот есть вопрос. Сейчас есть еще один вопрос. Вы говорили, что Spring Data можно использовать не для всех случаев. А вот для каких конкретно случаев лучше не использовать Spring Data? У меня совет такой. Я предлагаю… Я бы предложил начинать… Если мы работаем в SpringStack, я бы советовал всегда начинать со Spring Data, потому что она позволит нам быстро создать самые примитивные операции. У нас всегда в Spring Data есть возможность переписать все, что угодно. Мы можем сами определить метод работы, но простые вещи у нас будут делаться просто. Поэтому мой совет такой. Можно оставаться на Spring Data и при этом не потерять flexibility за счет того, что мы просто можем переопределить все, что происходит в Spring Data. Хорошо. Вот у нас здесь есть еще вопрос. Внимание. Привет. Смотри, ты писал репозиторию, писал кастомный квери. В случае, если мы не пишем кастомный квери, а все-таки методом объявляем find… Оно тоже будет работать. То есть если у нас даже параметр есть, оно это… Все методы репозитория в Spring Data REST будет экспозить. Вот только у нас появляется он в класс пассе, только он находится как конфигурация, все автоматом отдается наружу. То есть а как в этом случае, допустим, если у меня… Ты писал findPublish, да? И если у меня идет findByStatus, получается, и статус я должен параметром передать. Оно будет работать через query параметр в этом случае. Будет работать через query параметр. На HTTP уровне можно поменять, как оно называется. Можно не findByStatus, потому что вот HTTP пурист… REST пуристы у них трясет, когда они глаголы видят. Мы можем это поменять. Можем сказать… Вы меня не просили это сделать? Я немножко сократил время. Но вы можете сказать в репозитории вот здесь, что мой REST ресурс находится на пути published вместо findPublished. А еще могу попросить, чтобы ссылочка на него тоже поменялась и тоже, например, называлась как-то по-другому. А могу сказать вообще, знаешь, что не нужно мне его отдавать наружу, я не хочу, чтобы он появлялся. Также можно сказать для любого действия save, delete, update. Я вот тут перепределяю, говорю, нет, не надо. Или для всего репозитория, говорю, нет, не надо мне этот репозиторий вообще в REST. Хорошо. Еще вот были руки, я помню, да, где-то ребятам микрофон передайте. Здравствуйте. Еще раз. Меня интересует момент, там, где линки были доступные. То есть мы объявляли ресурс, набор линков, которые на конкретном шаге могут быть доступны. А как момент с валидацией? Ну, если не конкретное решение, то хотя бы в какую-то сторону посмотреть. То есть у пользователя мозг пытливый, да, и он может сам накастомизировать какой-то урл и зайти туда. Я, например, хочу, чтобы на все такие несанкционированные попытки доступа выдавал, ай, чувак, ты не прав. Я не совсем понял вопрос по поводу валидации. Валидации урлов или валидации данных? Валидация, ну, вот, допустимых ресурсов. Ну, если наш ресурс недоступен, мы просто говорим 404. Он, ну, его нету. У нас это контейнер автоматически скажет, правильно? Ну, да. Я имел в виду, например, мы айтишник динамически подставляем туда и на конкретном айтеле нашем, да, мы получаем там, если он проэксперинный, то его можно только посмотреть. Если он не паблишит, то запаблишит, да. Вот. А если пользователь добавляет еще что-то туда, например, ну, наэксперинном, он делает паблиш. Вот этот момент. То есть ему 4. То есть что, как делать валидацию в этом случае? Да, да. Ну, валидация в этом случае, видели, эксепшн, да, у нас был в методе паблиш? Вот addPublish, он выкидывает эксепшн. Этот эксепшн не простой, а золотой. Он может сказать, знаешь что, когда ты тут увидишь, когда ты тут увидишь, что что-то не так пошло, верни респонс-код конфликт. Я могу точно так же выбросить, сделать какую-то валидацию состояния, как я делаю ее сейчас, выбросить эксепшн и потом сказать этому эксепшн, ты засерилизуйся, пожалуйста, с таким-то кодом или вообще верни абсолютно другой респонс. Эта штука будет работать. Вот смотрите, это очень просто сделать. Я иду в Google Chrome, иду в Postman, пробую сейчас заэкспарить второй раз мое объявление. Я получу здесь 409 конфликт, транзишн, эксепшн, именно потому, что у меня здесь описан конфликт. А конфликт это 409, а теперь спонс-код. Тут еще вопросик есть. Если, возвращаясь к предыдущему все-таки вопросу, если мы захотим выполнить, например, какой-то метод патч, ну, на экспиренной сущности будет ли это работать или нет? Если мы сделаем патч вот сейчас в обход этого механизма, то этот патч сработает. И он не проверит это состояние. Для того, чтобы это не произошло, это на самом деле является одним из недосадков этой всей штуки, что если я, например, позволяю делать внешний апдейт, то тогда я могу ввести модель в неконсистентное состояние. Это потому, что Spring Data REST действует по умолчанию в краде. Как мне избежать этого? Я, если предоставляю свой бизнес-менеджмент для каких-то ресурсов, то я тогда скажу, что обычный апдейт недоступен. И для того, чтобы это сделать, я просто переопределю в моем репозитории метод save. Вот здесь вот переопределю метод save и скажу, что он не exported. И тогда оно автоматически не будет попадать. То есть эту проблему можно так решить, просто выключил. Или же можно создать свой контроллер, который будет работать поверх патч, поверх того контроллера, который отдает Spring Data REST по умолчанию. И можно это сказать только, например, для патча. То есть если мы определим, скажем так, рест-метод патч уже у себя в контроллере, то из Spring Data REST работать уже не будет, да? Совершенно верно. То есть если я вот в контроллере сейчас сюда вот это уберу и скажу, что это патч, и перепишу его, то будет работать моя логика тогда. То есть тут кастомизации очень, ну, достаточно много. Для меня, например, не очень удобно то, что по умолчанию все вдруг выдается. Но это сделано, не знаю, может быть, для эффекта, для чего. Но вообще-то в реальной жизни мы обязательно должны думать, что попадает во внешний мир, а что не попадает во внешний мир. И в большинстве случаев мы будем как бы много вещей в этом случае выключать. Но это очень быстро позволяет стартануть. Должны всегда знать, что мы делаем на самом деле. Я думаю, что нам нужно заканчивать, потому что мы уже на 5 минут задержались. Спасибо за вопросы. Надеюсь, было сегодня полезно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Владимир Цикур, напоминаю еще раз.